Ну, без всякого сомнения, нынешний визит Джозефа Байдена в Европу, в том числе встреча с президентом России Владимиром Путиным 16 июня в Женеве, носит только одну внешнеполитическую цель – это попытка изолировать Китайскую Народную Республику экономически и внешнеполитически в преддверии возможной военной операции на Тайване, возможной конфронтации во Восточно-Китайском и Южно-Китайском море. Ну, и, конечно, наша прозападная пресса, проамериканская во многом пресса, она, конечно, усилила свой пропагандистский напор на российское общественное мнение, пытается доказать то, что Россия окажется в изоляции вместе с Китаем, пытается разыграть свою уже избитую, набившую оскомину тему китайской угрозы. Ну, в частности, говорят о том, что создание совместного технологического центра американо-европейского нанесет удар по технологическому суверенитету Российской Федерации. Но на самом деле в этой новости, наверное, стоит обратить внимание совершенно на другие вещи. Прежде всего, стоит обратить внимание на то, что основная цель создания такого технологического центра это создание собственной полупроводниковой промышленности, производства микрочипов в Европе и в Соединенных Штатах. Но если мы зададимся вопросом, где сейчас находятся основные центры производства полупроводниковой промышленности, ответ будет очень удивительный. Еще более удивительным будет цель создания такого технологического центра. 84% всех цепочек производств микрочипов в мире находятся на острове Тайвань. Остальные производства полупроводниковой промышленности вынесены в Южную Корею и Японию. То есть, можно сказать, что на страны Восточно-Китайского и Южно-Китайского моря приходится почти вся мировая индустрия производства полупроводников. Конечно, прогнозируя конфронтацию между союзниками Соединенных Штатов или Соединенных Штатами напрямую и Китайской Народной Республикой в Тайваньском проливе, очевидно, что вся эта полупроводниковая промышленность окажется под ударом и она может испытать очень серьезный кризис, как и все мировое производство. Полупроводники используются во всех электроприборах, начиная от ракет до утюгов и всей бытовой техники. И, конечно, создание такого центра предвосхищает возможный перенос этой промышленности из зоны риска, из Тайваня. И это главная цель создания такого центра. Это еще раз доказывает то, что конфронтация в Тайваньском проливе может случиться внезапно, может случиться уже в ближайшее время. И, конечно, то, что принимает такое решение о создании такого центра, свидетельствует в пользу этой версии развития событий. Продолжение следует...